Приветствую, друзья! Вот это как картина, как люди говорят, а я только повторюсь, уже безусловный шедевр. И вы высыпаетесь, потому что когда человек высыпается, у него уже всё лучше получается. Когда человек высыпается, у него появляется состояние внутренней надёжности, стабильности и уверенности. И он чувствует гармонию. И получается, как в потоке, о котором говорил Чикстен Михаил, когда рисуешь, как будто твоей рукой водит Бог или Бог помогает. Природа помогает, потому что совпадает с своими намерениями и генетикой. Это поток легко входишь. А когда не высыпаешься, ты как тварь дрожащая, неуверенная, тревожная и управляемая. Вот посмотрите, что я для вас написал. Закон психической компенсации. Доказана наука, как считал ошибочно, исходя из закона сохранения энергии. Но мне друзья, профессора, доктора технических наук, физики, объяснили, что это не исходя из закона сохранения энергии, а связанным с ним закона минимизации действия. Ну, согласен, раз профессора именно в своей области компетентны, и поэтому правильное название сказали. А по методу ключ, исходя из критерия при подборе своего действия, ну, это скорость автоматизации начатого упражнения. Да, поэтому, исходя из закона психической компенсации, который я сейчас вам декларирую, который я вывел из многолетнего опыта, создавая шедевры, а не просто так из головы, сказал. Вот, хлопнулось, а мне не страшно, потому что я обрадовался, потому что умею стресс переводить новые достижения, и вас этому учу. Вот теперь слушайте, поэтому попутный ветер для каждого, тот, который соответствует генетике и вашей мечте. Поэтому идеальное действие для каждого, где вам не приходится заморачиваться, потому что организм сам подсказывает. Поэтому самая эффективная для вас работа, это с минимальностью затрат, с получением максимальной эффективности, которая лично для вас получается самая простая и самая любимая, потому что совпадает с вашим состоянием в моменте. Счастье, поэтому, это быть собой. Тут не нужно тратить энергию, чтобы притворяться. А послушав чужих, даже полезных на первый взгляд советов, но чужих, можете не справиться с последствиями, потому что совершайте поступок, который лично для вас по природе не свой. И поэтому самая лучшая роль, которую вы бы сыграли в кино, это быть собой. Поэтому даже известный артист, если по природе добрый человек, даже в роли злого Карабаса-Барабаса выглядит смешным. И этим еще больше прославился. А в роли Баба Ягея выглядит смешной. Поэтому больше всего денег у человека, жадного, и у самого большого труса, при этом, самый высокий забор и самая большая бомба. Так вот, это и закон о психической компенсации. Запомните, друзья, вам это сказал человек, создающий шедевры. До встречи.